В Дворце культуры Арктика состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилого человека. Для людей высокого возраста выступили народные коллективы и танцевальные ансамбли. На мероприятие побывала и наша съемочная группа «Слово Александре Литковой». В концертном зале Дворца культуры Арктика собрались хранители лучших традиций, носители жизненной мудрости и трудовой доблести. От имени главы региона виновников торжества поздравил руководитель Департамента социальной защиты населения Ниньского округа Сергей Свиридов. Во все времена в обществе с особым почтением относились к нашему поколению и к неценным советам, мудрости и жизненному опыту. А их доля выполнила тяжких периодов в истории государства. Цена больших усилий и силу духа они смогли восстановить разрушенную страну в послевоенные годы. Со словами признательности к присутствующим обратился спикер окружного парламента Александр Утовинов. Низкий проклон за то, что вы у нас есть. Потому что то, что вы еще сделали, это позволяет с надеждой смотреть на настоящее и будущее. Крепкого вам здоровья, благополучия, семейного счастья, любви близких и родных. Общение с внуками, новые знакомства, неспешные прогулки, танцы, спорт. С наступлением пенсионного возраста в жизни человека меняется его статус в обществе, в семье, появляется масса свободного времени. Кто-то еще работает, а другие в этот период начинают заниматься тем, на что раньше времени не было. Особо таким большим делом я не занимаюсь, но я организовала клуб землячества Харьевер и этим делом занимаюсь. Я и работаю, и нянчусь с внуком, и занимаюсь рукоделием. Отшиваю фетровые книжки для внука, ну и на заказ. Картошку сажу, в лес скажу, отдыхаю, машина езжу. Всем занимаюсь. Внучкой, внуками. Обед готовым. Все. За женой? Да, за женой ухаживаю. Для большинства помощь детям и внукам становится главной целью на пенсии. Многие после выхода на заслуженный отдых продолжают работать, чтобы приносить пользу обществу, делиться своим опытом и чувствовать свою востребованность. Это люди, хранители морали, хранители народных ценностей, ценностей неприходящих, как любовь, дружба, любовь к родине. Я хочу, чтобы они каждый день ощущали свою значимость, потому что все, что создано в России, создано их надружными руками. Найти занятие по душе в свободное время можно и в Союзе пенсионеров Ниньцкого округа. На сегодняшний день здесь создано 46 клубов общения, которые посещают свыше 2000 человек.